Привет, я Мария Покусаева, а вы смотрите канал Теория Большого Чтива, на котором я рассказываю про книжки. И, в общем, это итоги года 2014. В 2014 году из 100 запланированных, очень амбициозно запланированных книг я прочитала 71, то есть так ровно 71%. Ну, нельзя сказать, что я там разочарована или что-то ещё, потому что были хорошие книги, чтение которых заняло далеко не три дня и даже не неделю. Так что, наверное, год можно назвать успешным. Ну, и хочу рассказать про книги, которые мне действительно понравились, от которых я получила настоящее удовольствие и которые, может быть, в чём-то на меня повлияли. Поехали. Номер раз. Ну, я говорю не по порядку, а так как они у меня здесь лежат. Это Виктор Пелевин, книга под названием «Снав». С Пелевиным у меня были довольно-таки сложные отношения, потому что, ну, как-то прочитала я однажды священную книгу оборотни и не поняла, за что его все любят. Потом я читала его рассказы, они мне где-то нравились, где-то не очень нравились. Потом случился «Снав». И это было круто. Мне кажется, что эта книга очень о многом. Она про нашу жизнь, она про женщин. Я удивилась, насколько круто, насколько тонко и насколько мудро Виктор Олегович описал женщин. И за такой термин, как «существо», я готова простить ему очень многое. Даже, может быть, какие-то его неудачи. Вот. Это книга про информационную войну. Ну, и получилась такая своеобразная, наверное, утопия. Не антиутопия, а именно утопия. В чем цемь из книги? Действие происходит в далеком будущем, когда общество перешло из стадии информационного общества в постинформационное. И с этой самой информацией, которой, естественно, появляется огромное количество, общество обращается весьма фривольно. То есть, например, если нужно сделать выпуск новостей, снимается не то, что происходит на самом деле, а то, что нужно показать. И определенным категориям людей показывают именно те новости, которые они должны увидеть. Ну, существует как бы два мира в одном мире в начале книги. Это мир... Ох, не буду я говорить название. Это очень провокационно. В общем, существует мир такой низкий, низший, нижний, где обитают просто люди, они же орки. Есть так называемый Афшар. Это мир как раз-таки того самого постинформационного общества, где обитают люди, которые полностью живут в этом медиапространстве. Там такая своеобразная матрица. Вот, и главный герой как раз-таки один из этих людей с Афшара. Он пилот, он летает на боевой видеокамере. При этом сам он, конечно же, никуда за пределы Афшара не вылезает. Просто сидит у себя на диване, на кресле пилота. И вылеты у него совершаются на дистанционном управлении. И у главного героя есть Сура по имени Кая. Сура это кукла. Номинально она, конечно, машина, но Кая такая хитрая и коварная, на самом деле. В общем, Суре можно построить такой характер, который тебе нравится, если влезть в ее заводские настройки. И главный герой, как любитель экстрима, и чего пожестче, он на полную катушку выкрутил ей показатели духовности. То есть это вот такая вот философских установок определенных. И такой черты характера, как бичнес, существо. Но ведет она себя реально как стерва. И в этом, наверное, вся ее прелесть. В общем, сюжет крутится вокруг того, что Кая, наблюдая за работой Дамилолы, увидела орка по имени Грым. И, в общем, в ее цифровом сердце запустился определенный механизм. Там дается очень большое и, на мой взгляд, достаточно достоверное объяснение того, что же все-таки происходило и почему она сделала так, как она сделала. И это спровоцировало расстреляшки, присяжки и прочие интересные последствия. Сюжет потрясающий. Рассуждения у Пелевина просто какие-то безумные интересные. И в процессе чтения волей-неволей находишь очень много параллелей с нашим миром. Всем искренне советую. Наверное, если вы хотите познакомиться с Пелевиным, то стоит начать с этой книги. Ну и мы переходим к совсем другому жанру. Это «Девушка с жемчужной сережкой» Трэйси Шевалье. Это, естественно, совершенно другая книга из разряда тех, которые мне обычно не нравятся. Дело в том, что «Девушка с жемчужной сережкой» — это история художника Вермеера. И его якобы любви с прислужницей, скажем так. Ну, о любви там, конечно, речь не совсем идёт, но тем не менее. Я очень не люблю такие книги, которые якобы основаны на реальных событиях исторических. Но на самом деле нифига они на них не основаны. Здесь же автору удалось создать атмосферу того времени, очень тонко, очень ювелирно описать быт. И книга меня поразила, затянула, я получала огромное удовольствие. Это действительно классно. И что самое главное, в этой книге нет никаких ярких страстей, там, изменения исторических событий или какой-то их трактовки. Она вся очень акварельная, я бы сказала. Там есть намёки, но они создают мир, они меняют его. Это очень круто. Теперь это одна из моих любимых книг. Маленькая книжечка под названием «Диковинные диалоги в книжных магазинах». Да, я работала в книжном, и когда мне рассказали про эту книгу, я поняла, что я её хочу. Она мне на какое-то время даже вернула веру в людей. В общем, это сборник настоящих, действительно происходивших в книжных магазинах по всему миру диалогов. И диалоги совершенно разные. Какие-то из них просто смешные бытовые ситуации. Какие-то из них показывают людей совершенно идиотских сторон, когда человек просто не понимает, что он делает, что он говорит. И это тоже создаёт какую-то комменчность. Некоторые из них грустные, некоторые из них трогательные. Но в целом книжка замечательная, классная, интересная. И если она вам попадётся, не пожалейте времени, денег, почитайте. Она хорошая. Она немножко возвращает веру в людей, когда ты её уже теряешь. Далее. Я вернулась к фантастике. Прочитала книгу Марины и Сергея Идиченко. По-моему, так ставится ударение. Под названием «Стократ». Это фэнтези. Наверное, такая, я бы сказала, смесь фэнтези и научной фантастики. Очень социальная. Ближе, наверное, к Стругацким, чем к кому-то другому. Не буду говорить про неё подробно. Просто скажу, что Идиченко — это Идиченко. Они крутые. Они внедряют в свои книги очень интересные идеи. И именно «Стократ» для меня оказался совершенно моей книгой. У него та атмосфера, которую мне бы хотелось. Книга зашла мне настолько круто, что я её прочитала буквально за один день. В общем, класс. Далее. «Аша Горида. Видимо-невидимо». Её мы читали в нашем совийном безымянном книжном клубе. Если вы хотите подробностей, то можно посмотреть видео на канале у Филина. Там очень много про эту книгу. По-моему, часа полтора мы про неё общались. Что это? Я не знаю, как это описать. Это если, например, скрестить кысь и многорукого бога Далайна, и вы получите такую книжку. Она вся лоскутная, очень женская. Там чувствуется, что автор женщина. Она описывает мир со своими историями, со своей философией, со своими персонажами. И все эти главы в сочетании дают одну общую картину мира и один общий сюжет. Местами я там, конечно, разочаровалась, потому что какие-то персонажи были просто другими. Они были не из этого мира. Но в остальном я получила удовольствие. Это книга про творчество, это книга про творцов, это книга про необычный и интересный мир. И я думаю, что это та самая русская литература, современная, которую стоит читать. Главная книга года — это «Многорукий бог Далайна» Логинова. Я, когда думала, что буду делать это видео, я думала, что мне будет нечего вам показать, потому что эту книгу нереально найти. Но мистер Бергов, я снова надеюсь, что я правильно произношу ник, потому что я не знаю шведский, оказалась настоящей феей, и она подарила мне ее. У меня есть целое видео, посвященное «Многорукому богу». Я советую читать ее всем, потому что это офигенный образец фантастики. Причем фантастики, наверное, в большей степени аллегоричные, чем фантастичные. Ну и как бы, если так вот говорить, про ощущение от того, что я держу в руках бумажную книгу. Здесь есть картинки. Меня это поразило и было для меня удивительным. Я не ожидала этого. И с картинками как раз-таки все странно, потому что в этой книге очень много названий, имен, которые Логинов брал, по-моему, из монгольского языка. И ты, когда читаешь, ты по звучанию, по каким-то стоящим рядом с этими словами описанием, ты создаешь себе образ тех явлений, которые эти слова обозначают. А когда ты смотришь на картинки, ты понимаешь, что, наверное, художник видел что-то другое. Поэтому эти картинки, они меня действительно отвлекают. И я, в общем, когда буду перечитывать, я, скорее всего, просто не буду обращать на них внимания. Я не вижу мир так, как видит художник, который рисовал эти иллюстрации. Но это, наоборот, даже, наверное, круто, потому что, как я уже говорила, одна из особенностей книги именно в том, что ты в состоянии создать себе образ мира так, как именно ты его видишь. Классная книга под названием «Прислуга». Кэтрин Стокетт достаточно нашумевшая. По ней есть фильм. И это одна из немногих экранизаций, которая, хотя и изменила сюжет книги, но сохранила самую ее суть. Про что «Прислуга»? Про американский юг. По-моему, 60-х годов. Вы, наверное, знаете из истории Америки, что американский юг – это такая своеобразная часть страны, где взаимоотношения между американцами и афроамериканцами долгое время были напряженными. Ну и, собственно, в «Прислуге» описывается история маленького городка, в котором есть очень непоседливая девушка по имени Скитер, точнее, с прозвищем Скитер, которая училась на журналиста, у нее полно каких-то восхитительных идей, ей хочется вершить добро, творить справедливость. И она вместе с двумя чернокожими прислужницами из этого города решается написать книгу воспоминаний темнокожих, которые живут в этом городе. В основном женщин, работающих у местных семей. И эту книгу можно было бы испортить просто в хлам. Сделать Скитер чуть более феминисткой, сделать Скитер чуть более скандальной журналисткой, надавить на жалость или наоборот, что вот описать эти все истории как что-то само собой разумеющееся. Эту книгу можно было запороть просто в легкую, но ее не запороли, она получилась потрясающей. Особенно мне понравилась, как там главная злодейка всей книги. Ну, в общем, прочитайте сами. Это круто, всем советую. Я очень хочу прочитать на английском, потому что по моим данным в оригинале там у каждого персонажа не просто свои интонации, но еще и как-то свой сленг получается. Это круто. Далее. Сейчас я буду говорить про то, что я читала это до того, как это стало мейнстримом, потому что это ученик Ведьмака Джозефа Дилейни. У меня в руках четвертая часть, сейчас уже вышла пятая, потому что вышел фильм, и теперь все, черт возьми, будут говорить про то, что они читают седьмого сына. Да, с этого начался мой канал. Посмотрите первое видео, там все сказано, все, что я хотела сказать. Я пока не разочаровалась. Татьяна Толстая, Легкие миры. Наверное, третья книга Толстой, которую я читаю. Просто маленький сборник рассказов о... Даже нет у них какой-то общей темы. Эти рассказы, они про жизнь в России, жизнь в Америке, путешествия и просто жизнь. Толстая классная. Как бы ее не песочили, какой бы стервой ее не называли, она пишет настолько круто, что мне как-то все равно, что по жизни она действительно... Что по жизни существо у нее на максимуме. Следующая книга, тоже нашумевшая, тоже популярная, это «Исчезнувшая Гиллиан Флинн». Я читала эту книгу неделю, как раз вот под кинцо, на которое я потом пошла. И у меня был такой бадхерт. Причем он у меня был вот из-за того, что я как-то вот ощущала некоторое сходство внутреннее с главной героиней и понимала, что она настолько дрянь, что мне хочется ее придушить. Очень мощная книга. Это не просто детектив, это социальная драма, это очень тонкие описания взаимоотношений внутри семейной пары, и плюс ко всему это офигенная пощечина американской системе правосудия. В общем, если вы думаете, что «Исчезнувшую» не стоит читать, или вы если считаете, что это очередная распиаренная книжка, вы жестоко ошибаетесь. Фильм меня не разочаровал, я ожидала, что он будет другим, но у него вот та самая атмосфера, которая должна была быть. Вот, мальчикам, с которыми я ходила на этот фильм, он совершенно не понравился. И последняя на сегодня книга, это тоже достаточно известный «Ночной цирк» Кэрин Моргенштерн. Книга очень странная, у меня после нее сложилось впечатление, что меня обманули, когда я вышла из-под ее магии. Здесь не такой уж и крутой сюжет, сюжет здесь почти примитивный. Два мага решают провести еще один поединок. У одного из них дочь, которую он делает своим, скажем так, чемпионом, а он, второй маг, берет из приюта мальчика, которого обучает и делает уже своим воином, назовем это так. И ареной для этой битвы становится искусственно созданный одним продюсером «Ночной цирк». Цирк, выполненный в черно-белых тонах, который работает только ночью. Так вот, сами понимаете, что если в книге есть мальчик и девочка, и эти мальчики и девочки находятся по разной стороне баррикад, то рано или поздно между ними случится большая и чистая любовь. Естественно, эта книга вообще не становится исключением ни в коем случае. И все персонажи, которые есть в ней, они напоминают шаблоны, просто вырезанные из картона шаблончики. И сюжет в ней точно такой же картонный и шаблонный. Но этот сюжет настолько круто сделан, автор настолько круто все это описывает, и этот мир настолько визуален и ощутим, что как-то вот уже становится пофиг на то, что сюжет там достаточно простой и персонажи шаблонны. Меня немножко разочаровала концовка, потому что я ждала, что книга кончится вообще иначе. И я в любом случае еще несколько дней после того, как закончила чтение, была под, наверное, магией этой книги. Я не могла освободиться от восторгов, которые я испытывала. Уже потом, когда у меня рациональное мышление таки включилось, я поняла, что, наверное, где-то я даже восторгалась чуть больше, чем мне хотелось. Вот. Ну, да, эта книга в большей степени визуальная, чем сюжетная, но она крутая. Ну, и о хорошем на сегодня все. Могу сказать о плохом. Были в этом году книги, которые мне не понравились. Причем, да, вот если говорить о плохих книгах, со мной в конце декабря случилось страшное. Я прочитала «50 оттенков серого», и вот как раз-таки она мне понравилась. Да, это было круто, ребят. Хорошая книга, реально. Не шучу. Так вот, а если говорить о совсем плохих книгах, ну вот как сказать. Я читала достаточно трешовые вещи, но когда я читала трешовые вещи, я хорошо понимала, что я читаю треш. То есть, в частности, когда я читала книгу под названием «Ангельская ярость», которая, судя по поданческой фэнтези, где автор вращение предавал всем законам физики, я понимала, что я читаю трешовое фэнтези, автор которого вообще ничего не понимает в физике и просто вот сублимирует. Но, как бы это одно. Главным разочарованием года для меня стал «Мальчик в полосатой пижаме». Все так много говорили про эту книгу, что она классная, потрясающая, что я ждала что-то в духе «Убить пересмешника» Харпер Ли, которая для меня одна из лучших книг про детей. «Мальчик в полосатой пижаме» оказался совершенно другой книгой. Во-первых, в процессе чтения мне все время казалось, что главный герой какой-то мальчик с нарушениями умственного развития. Во-вторых, там была куча моментов. Ну, если ты знаешь немножечко историю нацистской Германии, Второй мировой войны, ты понимаешь, что эти вещи, они вот притянуты за уши. Она настолько вся черно-белая. Не как ночной цирк черно-белая, где это часть антуража, а вот просто черно-белая. Это плохие, это хорошие, этот дядя плохой, этот дядя хороший. Дети, будьте хорошими. В общем, она меня выбесила. Единственный, наверное, плюс от этой книги заключается в том, что после нее я действительно полезла в Википедию и немножечко так вот освежила и даже в чем-то увеличила свои знания по теме. Вот и все. В общем, как-то так. Хороших книг в этом году было намного больше, чем плохих. И даже, наверное, больше, чем проходных. Были другие книги, о которых мне бы хотелось рассказать, но я сама себе злобный баклан и ленилась снимать видео регулярно. Ну и на этом, пожалуй, все. До новых встреч. Я думаю, что следующее будет скоро. Всем пока.